Сейчас нам о критериях оценивания конкурсных испытаний финала конкурса расскажет Иофия Андрея Наумович. Это заведующий лабораторией развития личностного потенциала в образовании Научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета Андрей Наумович Иофия. Андрей Наумович, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое, Зарина. Добрый день всем. И я хочу сказать, что я надеюсь, что я, во-первых, услышу некоторые ваши голоса. Я иногда буду задавать вопросы. Кроме того, в чате по мере возможности я сразу не увижу, но прошу вас тоже писать в чате, если будет у вас желание. Третье, что я хочу сказать, что презентация потом будет у вас у всех, поэтому вам сейчас не записывать главное, а главное вот разбираться, понимать. Я сейчас включу презентацию. Ну, я начал с того, что добрый день, но у кого-то доброе утро, а у кого-то уже добрый вечер. Страна у нас большая, но то, что нас объединяет, вот это удивительная вещь, конкурс «Учитель года». Я особенно, ну, вообще я в конкурсе с 96-го года, когда учительская газета пригласила меня, я был учителем. И хочу сказать, что конкурс дает очень многим людям возможности. Ирина Георгиевна сегодня говорила об истории, но в историю можно войти, в историю можно вляпаться. Знаете, я как историк хочу сказать, можно пройти мимо. Но вот сегодня мы поговорим не только об инструментарии. Был сегодня задан с самого начала как раз такой посыл о смыслах. И поэтому я как раз вот свое выступление именно назвал вот таким образом, что это смысл инструментарий. То есть инструментарий-то у вас есть. Инструментарий вы почитаете внимательно. Мы, конечно, еще поговорим. Но ключевая вещь, конечно, будет в смыслах. И сейчас, пока я буду говорить общие слова, я прошу вас себе задать вопрос. Зачем вы участвуете в конкурсе? Вот просто себе вот сейчас ответить. Может быть, кто-то будет очень таким смелым и попробует озвучить этот ответ. Потому что на следующем слайде мы как раз об этом и поговорим. Прежде чем говорить об инструментарии, я считаю, что это не только касается образования. Вопрос, зачем, на мой взгляд, ключевой в жизни человека. Что бы мы ни делали в нашей личной жизни, в нашей профессиональной жизни. До тех пор, пока мы не ответим на то, зачем мы это делаем, мы не сможем не только хорошо это сделать, но не сможем это сделать с удовольствием. Вот сегодня вам советовали и некоторые источники. Я сразу, я тоже буду сегодня советовать. Но вообще сразу хочу сказать, перед конкурсом у вас есть не так много времени. Я понимаю, что вы сейчас будете готовить свои конкурсные испытания. Но я всем советую прочитать книгу Михайя, Чиксент Михайя, «Поток». Кто-то, наверное, уже читал. Вот знаете, очень важно, чтобы вы достигли потокового состояния. Вот для того, чтобы получить удовольствие, для того, чтобы для вас конкурс был непростым и ледовым событием. Ну, я хочу сказать, что действительно сегодня говорили уже о вашей важной миссии как такого представления образования в сообществе. Но сейчас, знаете, футболистов и учителей критикуют в обществе больше всего. Ну, врачи немножко в результате пандемии перестали быть критикуемы. Но продолжают критиковать школу учителей. Вот, на мой взгляд, все равно при всех новых технологиях, при искусственном интеллекте, при цифровизации, трансформации образования, учитель все равно остается главной фигурой. Это заложено изначально конкурс «Учитель года». И не случайно, когда год назад ситуация с пандемией была очень тяжелой, все равно было принято решение в Волгограде провести этот конкурс. Да, были ситуации, когда не все победители смогли попасть туда из-за болезни. Но, тем не менее, в целом, вот я помню, члены жюри, никто не заболел, все приехали. И это было удивительно. Это показывало, что мы занимаемся важным делом, нужным делом. И что это дело поддерживается? Я надеюсь, что и в этом году все будет именно так, как было в Волгограде. Но все-таки у меня вопрос. А зачем участвовать в конкурсе и что является успехом? Вот, может быть, кто-то ответит, но не обязательно сейчас отвечать. Можете включить микрофон, если кто-то есть самый смелый. Я сейчас маленькую паузу сделаю. Много ответов. Я понимаю, у каждого свой ответ, но много ответов не надо. Один-два. Пожалуйста, если кто-то готов. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Я Александр Ильич Ядрин, я учитель математики из Московской области. И, Андрей Наумович, хотел бы ответить на ваш вопрос следующим образом. Сейчас, очевидно, да вообще не только сейчас, но и в целом существуют понятия, как тренды. Тренды в образовании, допустим, и каждый раз они меняются. И, на мой взгляд, я не хотел бы говорить здесь о трендах, как о чем-то, о какой-то моде. Мне бы хотелось, знаете, как вы здесь хорошо сказали про смысл. И вот мне бы хотелось своим выступлением, наверное, и своими, как и мастер-классом, так и уроком, и внеурочной деятельностью показать, как же я вижу свой предмет. И, наверное, донести до широкой массы эту идею. Идею о том, что мы не должны рассматривать предмет как отдельное звено в системе образования, а, наверное, шире. И это не та межпредметность, о которой в последнее время говорят, а где-то даже глубже. Ну вот, если возможно, такую затравку сохраню. Но здесь вот именно так. Да. Александр, спасибо. Тем более, что мы земляки, мы из Подмосковья. Поэтому я рад слышать голос Подмосковья. И вот как раз я хочу сказать, что вот много ответов может быть. И все ответы правильные. Вот кому-то надо проверить себя в контексте вызова времени, профессионального развития. Самоактуализация по маслу. Все понимают, что это важная ступень. Кто-то хочет представить свою образовательную организацию, свой регион. Это тоже достойная вещь, потому что мы работаем в команде. Мы, конечно, хотя все понимают, что хотя вот вы учитель года, хотя сразу хочу сказать, это, конечно, не конкурс лучших учителей страны. Это не конкурс, а у там мы ищем таланты. Это все-таки скорее такая площадка обмена, творческого обмена. Этот творческий обмен уже есть в ваших образовательных организациях. И я уверен, что вы понимаете, что в вашем успехе большая доля и тех педагогов, с кем вы работаете, и в регионе, тех, кто вам помогал. Вот об этом, конечно, не надо забывать. Ну, конечно, сегодня соревновательная такая вещь – одержать победу, достичь поставленной цели. Вот цель у кого-то пятнашка, у кого-то пятерка. Ну, вы знаете, тоже про цели полагания можно много говорить. Я бы все-таки не сводил цель к конкретному месту и конкретной позиции. И не очень бы обращал внимание на вот эту соревновательную вещь. Но сделать что-то запоминающееся в жизни. Да, события, у нас много событий. Мы сегодня про событийный подход тоже будем говорить. Ну, показать себя, посмотреть других, как обычно, процесс общения. Но новые испытания, новые ощущения, это эмоциональная какая-то вещь. Ну, вот то, что созвучно с тем, что сказал Александр. И на что я хочу обратить внимание. Что сказать что-то важное профессиональному сообществу и социуму в целом. Вот сегодня акцент еще и на том, мы будем говорить про открытость. Открытость позиции вообще профессионалов, педагогов, которые не только в своей среде должны показывать, что это важно. Мы должны показать сообществу, что невозможно учителя заменить никакими электронными образовательными ресурсами. Никакими записями уроков, какие бы они прекрасные не были. Никакими платформами. И вот это послание окружающим, это не отчет, не исполнение того, что от вас требует. Хотя я сейчас буду про критерии говорить, про показатели. И если вы захотите угодить всем критериям и показателям, вот отчитаться, вот я прошу вас воспринимать эти критерии и показатели не как вот такое мозаичное. Вот здесь поиграли, галочку поставили, вот здесь, вот здесь. Все-таки сегодня много говорил и Ирина Георгиевна, и Петр Петрович, и представители министерства, и организаторы конкурса, что это, конечно, такая ваша личностная позиция, ваша личность в профессиональном сообществе. Конкурс профессиональный, конечно, но здесь вот личностно-профессиональное, оно совпадает. И здесь как раз Александр, я думаю, он озвучил то, что могли бы озвучить многие. Именно вот это важный момент. И сейчас история, которую я люблю всегда рассказывать, она, правда, прям такая трагическая, что учитель великий перед смертью испытывал, ну, как всегда, перед испытанием. Смерть – это тоже испытание. Я, как учитель, и преподавал историю религии, я спокойно отношусь к разным испытаниям, которые нам в жизни предстоит, поэтому вы тоже спокойнее к конкурсу. Это точно не смерть, это жизнь. Ну, вот собрались ученики и стали говорить, что он похож на Ломоносова глубокими познаниями, на Суворова твердостью. И вот он сказал, меня беспокоит теперь только один вопрос. Вот как бы вы закончили эту фразу? Здравствуйте. Да, да, Анастасия. Анастасия, это Тарапольский край. Что он не похож был на себя? Вот, совершенно верно. А был ли я самим собой? Вы знаете, сейчас вам много будут советовать. Как надо проводить мастер-класс, как надо проводить урок, как классный час. Вот принимайте те советы, которые будут вам созвучны в вашей профессиональной личностной позиции, чтобы потом не говорить, я проиграл или неудачно выступил, потому что я послушался этого уважаемого человека, того, что в книге было написано это. Знаете, лучше выступить не так успешно, но так как вы себе поставили как задачу, как, в общем, быть, я бы сказала так, в согласии с самим собой. Вот это я вам в первую очередь желаю. То есть принимайте не то, чтобы не надо принимать ничьих советов, и вам сегодня будут рассказывать о конкурсных испытаниях, завтра, послезавтра и дальше. Принимайте то, что принимает ваша душа. Вот у нас в душе есть всегда ответы на все вопросы. Вот оставайтесь самими собой. И я надеюсь, что вы все индивидуальности, необычные, интересные люди, и вы сможете это показать. Про конкурсные испытания Мария уже в принципе сказала, просто у меня акцент немножко будет другой. Здесь акцент с баллами. Вы, скорее всего, уже видели эти оценочные формы, не знаю, сумели ли вы в них погрузиться, внимательно их читать, но тем не менее вы посмотрите. Вот новое действительно испытание, был вопрос, будет ли образец. С образцами всегда сложно. С одной стороны, если показать образец, все пытаются его копировать. С другой стороны, я вам хочу сказать, что это впервые такое конкурсное испытание. Вот нет образца, который образец-образец. Но я попросил моих коллег, вот были студенческие команды, у них был проект. Я вам ссылку дам на ролик, который можно посмотреть. Это один из лучших был роликов. Я сразу хочу сказать, это не образец для подражания. Это просто для того, чтобы посмотреть, как можно об образовании говорить, но там, правда, это все-таки команда. У вас ролик будет связан с вашей позицией, но вы можете сделать это, конечно, и как команда, потому что никто из нас не является одиноким в этом мире. И, конечно, мы работаем со своими коллегами. Но обратите внимание, что это, так как это новое испытание, вес его в 10 баллов. То есть нельзя сказать, что прямо он принципиально будет влиять на вашу судьбу. Хотя сегодня Петр Григорьевич говорил, как иногда жизнь и десятые баллы и сотые баллы могут влиять на дальнейшее распределение. Дальше все достаточно понятно. Все конкурсные испытания обычные. Я сразу хочу сказать, я не буду вам рассказывать про формы. Я вам буду говорить о смыслах, которые заключены в этих оценочных формах и о ключевых понятиях, с которыми вы, может быть, встретитесь. И эти понятия я каким-то образом интерпретирую. Вы можете задавать, кстати, вопросы по этому поводу, если я буду недостаточно подробно об этом говорить. Ну, вот единственное, что я хочу сказать сразу. Вот знаете, бывает такое, и на конкурсе, ну, случается. Мы приходим, ну, понятно, что из 85 человек 15 попадает дальше. Ну, некоторые готовы к любому счастью. А некоторые вдруг удивляются. И оказывается, что там они приготовили методическую мастерскую и урок. А вот классный час или мастер-класс особенно стали прям на месте делать. Иногда это делается как перелицованный урок. Вот я хочу сказать, что мастер-класс – это не урок. И кроме того, ну, если мы все-таки считаемся, что мы и лицо региона, ну, мы должны иметь уже представление о всех конкурсных испытаниях. Не только о тех, которые будут для общей массы. И, в общем, ну, мастер-класс точно надо приготовить. Поэтому обратите внимание на все. Я хочу сказать, что вам это в любом случае пригодится. Будете вы 16-м или вы попадете в места с 1 по 15-е. Это неважно. Вот для себя, если нам есть что сказать профессиональному сообществу и есть что сказать социуму, то вопрос, а что я буду в мастер-классе показывать, не должен стоять, на мой взгляд. И уж лучше, конечно, сегодня мы находимся в мире, который открыт. Ваши уроки транслируются в общем, в открытом пространстве. Все сейчас очень внимательно смотрят. Конечно, когда конкурсант повторяет урок в мастер-классе, это не совсем правильно. Потому что это принципиально разные вещи, вам об этом будут говорить. Про методическую мастерскую урок мы еще завтра поговорим, поэтому я много внимания уделять не буду. Пожалуй, чуть больше внимания я уделю сегодня медиавизитке. Еще будут говорить о медиавизитке, но я покажу еще раз критерии и некоторые вещи прокомментирую. Вот, пожалуй, хочу сказать, что принципиально больших изменений нет, преемственность сохраняется, но вот появляется медиавизитка. И вот давайте посмотрим и обратим внимание, начинаем с принципов оценивания, со значимых принципов оценивания. Ну вот они, на мой взгляд, вот следующие. Ну понятно, что открытость. У нас есть пространство общего понимания, у нас есть общие критерии. Я хочу сказать, что я эти оценочные формы также буду представлять членом жюри. Поэтому очень важны и ваши вопросы, которые прозвучат. Кроме того, я и в прошлом году, и в этом году всегда говорю, что если у вас есть какие-то предложения, комментарии, понятно, ничего нет идеального в этом мире. Будем рады любым предложениям. В этом плане я открыт. Вы понимаете, что нет ничего идеального. Но сегодня формы такие. Если я вас уверяю, их смотрели эксперты, много было обсуждений. Это не то, что я просто сел, написал. Но фактически в данном случае, вот в последние годы, я отвечаю за эти формы, поэтому можно задавать вопросы, комментировать. Можно на конкурсе это сделать. Надеюсь, что все мы увидимся. Формы, в общем-то, они достаточно преемственные, поэтому изменения, но в основном они были редакционного характера. Но, пожалуй, были некоторые вещи, когда мы говорим о большем понимании, об открытости сегодня, больше акцент такой на открытость в сообщество. Но я обращу внимание, что конкурс остается профессиональным. И поэтому, несмотря на то, что нам говорят, что мы позиционируем учителя для общества, это не значит, что мы должны все превратить в игру. Члены жюри, и сейчас, наверное, те, кто являются членами жюри, являлись, знаете, они всегда говорят, на уроке должен быть урок, все-таки урок должен быть. Да, понятно, что должны быть какие-то вещи, связанные с новыми тенденциями. Но урок, он все равно должен оставаться уроком, и от содержания, от глубины, от понимания мы все равно не отказываемся. Ну, вот по поводу деятельностного подхода, вы увидели, наверное, что в оценочных формах, но это уже достаточно давняя тенденция, такая, как Александр Григорьевич Осмолов сказал, оглаголивание, то есть глагольная форма показателей. Вот показатели, они как раз, я пытался их сформулировать, чтобы не слова там были понимания, тенденции, как проверить понимание тенденции. А слова, которые четко показывают, что демонстрируют вот это, что организуют вот такую работу, показывают то-то. Я надеюсь, что это в целом удавалось, ну, может быть, где-то у вас еще возникнут вопросы. Я сразу хочу сказать, что, вы знаете, в фигурном катании сейчас очень стали внимательно следить вот за показателями и вот баллы, но все равно, и сегодня многие об этом говорили, есть понятие душа. Когда душа поет, ее нельзя никакими формами измерить, то есть нельзя написать, вот поет душа или не поет, да, поэтому, конечно, заданные рамки, они должны оставлять свободу творчества. То есть, вот важный момент, вы не должны вот прямо полностью поклоняться этим расписанным показателям. Они дают вам ориентиры, но, тем не менее, свобода творчества у вас остается. И, конечно, остается экспертная позиция членов жюри. Мы будем стараться договариваться. И обычно мы с членами жюри обсуждаем и оценочные формы, так же, как с вами обсуждаем это. Это будет единое такое согласованное направление и согласованные принципы. Ну, личностно-профессиональная позиция, то есть здесь и профессиональное мастерство, но с сочетанием с творчеством, личностной уникальностью, импровизацией. Но я вот обращу внимание на то, что в скобочках. Целостность и системность. Все-таки у вас должна быть какая-то целостная линия. Своё общее понимание. Знаете, не винегрет, что я вот здесь поиграл с гемификацией, вот здесь я ответил, вот хотели от меня, чтобы было дискуссии, я дискуссию организовал, здесь я организовал работу в группах. То есть, вот знаете, одна общая линия, которую вы выстраиваете. И эти критерии должны помочь вам в этой общей линии распределить свои действия, свою работу, свои идеи, которые... А иногда бывает идея не ложится. Но вот дальше у вас решение. Знаете, решение такое. Выбор – это самое сложное для человека. У вас сейчас много всего. Вот я как учитель с 15-летним стажем, я учитель истории, общества, знания, я всегда знаю, как тяжело отказываться от чего-то на занятии. Что-то... Я даже, когда план пишу, и у меня несколько вариантов, иногда, знаете, вы выбираете по ходу даже занятия. Ты понимаешь, что ты наметил одно, а вот занятие пошло так, что стоит сделать вот это. Ты на свой страх и риск это делаешь. Ты отвечаешь за результат. Может не получиться. Может получиться. Но вот я хочу сказать, остаться самим собой при этом – это очень важно. Ну и, конечно, последнее. Мы понимаем особенности вот этой конкурсной ситуации. Все равно, знаете, вот мы попадаем в немного искусственную ситуацию. Делать вид, что вы с этими детьми дальше будете всю жизнь работать, что вы с ними... Ну, тут нет смысла. То есть надо понимать, что эта ситуация ограничена, что, конечно, конкурс быстротечный. Хотя с этим классом вот те, кто войдут в 15, те будут также проводить и классный час. То есть будет некая система. Но эта система очень относительная. И, знаете, очень хорошо, когда на конкурсе выстраивается какая-то взаимосвязь с тем учителем, который в этом классе работает. То есть мы проведем несколько занятий. Учитель будет работать дальше. Мы его не собираемся заменять. Мы не собираемся показывать, что мы лучше там или как-то более ярче. Поэтому к этому спокойно надо относиться. Ну, и, конечно, здесь в обычной практике у нас... Я вообще считаю, что право на ошибку у педагога всегда есть. Это нормально ошибаться. Здесь право на ошибку, оно более ограничено условиями конкурса. Поэтому, конечно, лучше все ошибки совершить до того, как вы выходите на конкурс. И извлечь из них уроки. Знаете, я хочу сказать, что немногие, наверное, знают, что... А может быть, знают, что Булат Шалыч Акуджава по образованию, по первому образованию и по первой своей работе был учителем. Он был филологом. И я советую вам еще одну вещь прочитать. Но в отличие от Чиксент-Михая, это у вас точно не займет много времени. Займет где-то минут 10-15. У Булат Шалыча Акуджавы есть рассказ, который называется «Частная жизнь Александра Пушкина или именительный плодеж в творчестве Лермонтова». Вот, почитайте, пожалуйста, этот рассказ. Это как раз о его педагогической деятельности. Я думаю, что... О первых шагах. Я думаю, что вы тоже иногда думаете, ну, вот это я там уже сделаю, это легко все делается. Вот вещи, на которые надо обращать внимание. Вот знаете, сейчас в современном мире, в сложном мире, очень важная вещь – это вещь саморегуляции. Мы, конечно, видим там, одаренные дети еще в жизни все-таки продвигаются в итоге те, кто могли себя самоорганизовать. Вот организация сейчас, и психологи это уже доказали, что самоорганизация является ключевым для успешности. Причем в том числе и академической успешности. Я как педагог прекрасно помню, как у меня были ученицы, которые не очень хорошо, они чуть ли не переписывали весь учебник истории. Я им говорил, не надо это делать, надо ключевые... Они не могли уловить. Но между девятым и десятым классом происходило что-то волшебное. И они приходили в десятый класс, и я видел, как перешло количество в качество, как изменилось их вообще отношение. Вот, на мой взгляд, иногда надо терпеливо терпеть, терпеливо работать, и это принесет свои плоды и результат. Но по поводу оценивания я очень коротко скажу, что, ну, вам уже было видно, что заочные пять очных испытаний оцениваются по критериям и показателям. Сразу хочу сказать, что критерии и показатели все равнозначны. То есть, если он первый идет, это не значит, что это самый главный критерий, а потом идут какие-то второстепенные. То есть, здесь не ищите каких-то скрытых вещей, и внутри показателей там 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, он также важен, как и 2.1. По всем практически испытаниям где-то от нуля до двух баллов, кроме первого медиавизитка, там будет один балл по каждому показателю, просто есть или нет. Но я еще раз обращу внимание, испытание новое, пока его вес не принципиальный такой, все-таки уступает всем другим, но тем не менее, будем надеяться, что вам это удастся сделать. Оценивание имеет накопительный характер, то есть, ни на каких этапах баллы не сгорают, то есть, они добавляются, то есть, то, что вы сделали, оно идет в ваш багаж. Ну и последнее, я обращу внимание, что когда вы будете смотреть на оценочные формы, читайте не только критерии показателя, но там есть вводная часть, где организационные рамки. В критериях не написано, что вы должны уложиться во время урока, или что медиавизитка должна быть там приличного качества. То есть, это изначально заложено вот в описание, в организационную форму, которая есть. То есть, нет смысла помещать вот эти вещи, которые рамочного характера в критерии показателя. То есть, критерии показателя все-таки больше такого содержательного характера, я бы сказал. Поэтому, когда вы читаете оценочные формы, я обращу внимание, вы не только табличку читаете, где критерии показателя, но и читаете вводное описание за ней. Например, вы можете прекрасную медиавизитку сделать на 15 минут. Но написано 3 минуты, это, во-первых, дает равные шансы каждому из вас. И, во-вторых, это тоже, знаете, такая сложность на 3 минуты вот так представить вроде все, что нажито непосильным трудом, вот так уложить в 3 минуты. Но это мир сегодняшний. И наши сегодняшние дети, которых надо увлечь иногда за одну минуту, если вы будете пытаться их там 30 минут, то на 15 минуте они у вас слушать уже не будут. То есть, надо вот в реалиях сегодняшнего мира. Ну, теперь про общие аспекты оценивания. Я просто их здесь перечислил. Ну, ключевые вещи. Мы о каждом из этих аспектов потом чуть-чуть подробнее поговорим. И кроме того, я вам дам еще ссылку на книгу, которую можно будет найти в интернете и прочитать, если вы захотите узнать побольше. Ну, понятно, что про культуру речи и грамотность. Много мы говорим. И, конечно, мы задаем именно своим поведением, своей культурой, мы задаем образцы. Можно много чему учить, но если ты сам плохо говоришь, если ты сам неправильно ставишь ударение, но здесь тема отдельная про ударение. Мы еще потом чуть-чуть попозже поговорим. Целеполагание и результативность. Ну, вот сейчас есть тоже разные подходы к целеполаганию, к целям. Но я сразу хочу сказать, что для меня целеполагание – это комплекс из трех вещей. Это цель ключевая, это задачи, которые более инструментальны, это планируемые результаты. Они конкретны. Иногда их тоже смешивают с целями. Цели по смарт – это, в принципе, планируемые результаты, которые проверяемые, достижимые, визуализированные и так далее. Ну, на мой взгляд, цель все-таки больше связана и с ценностным. То есть не только основной результат. Когда говорят, там, цель занятия, там, я не знаю, вот мне не нравится, кстати, у нас вот фраза такая «познакомить с Зинаидой Гиппиос». Ну, немножко смешно. У нас в педагогике часто это есть, познакомить с кем-то. С Петром Первым там. Здравствуйте, я Петр Первый. Ну, вот, знаете, познакомить – это вопрос, да. Вот, а зачем? Зачем и ради чего? Вот для меня цель – это не только изучение творчества, например, или изучение реформ Петра Первого, но и зачем мы это делаем? Ну, я как историк хочу сказать, для меня, например, реформы Петра Первого надо изучать, чтобы понимать причинно-следственные связи в истории. Потому что надо понимать, что реформы не с пустого места начались, что был период 17 века, когда эти реформы назревали, и что у этих реформ были серьезные последствия. У каждой реформы, у каждых исторических событий есть некие последствия. Вот, для меня это было важно. Поэтому, вот, в цели полагания, на мой взгляд, хорошо бы видеть и вот эту ценностную составляющую. Ну, информационная и коммуникативная культура, понятно, научная корректность, глубина, кругозор. Про мотивацию мы немножко с вами поговорим и про рефлексию. Ну, рефлексия, рефлексия, сейчас у нас словари разрешают и такое, и такое ударение. Первоначальная рефлексия была. Самоанализ. Не всегда удается, кстати, обращу внимание на самоанализ. Вот сразу хочу сказать. У нас будет периодически в конкурсе такие вещи, когда надо анализировать то, что произошло. Ну, вот, самоанализ урока, допустим, это не пересказ того, что вы делали на уроке. То есть, все члены жюри это прекрасно видят. Вот самоанализ, это как раз ответ на вопрос, зачем вы это делали, какая логика была и как последовательность действий была выстроена. Кстати, это одно из самых, может быть, сложных и для человека, и для педагога в целом. Ну, про обратную связь тоже много можно сказать, но вот здесь мы потом поговорим про коммуникацию чуть позже. Вот, знаете, вот я обращу внимание на еще одно слово адекватность. Иногда в критериях вы увидите слово целесообразность. То есть, когда вы что-то придумываете, какие-то оригинальные идеи, они должны не просто быть оригинальничать, а вот именно желательно, чтобы это было адекватно и целесообразно ситуации. Не просто придумать ради того, чтобы придумать, а придумать, потому что вот это работает на вот ключевую вещь, ключевое направление, важное. Ну, продуктивность, практическая значимость, ценностные основания, мировоззренческие позиции, но это такие общие аспекты. Еще раз хочу сказать, это вот особенно последнее, это не значит, что надо переборщить обязательно с пафосом и обязательно рассказывать, как вот все важно, но образование это не только набор знаний, это, конечно, и некие ценности, которые важны в жизни человека. И без учителя эти ценности очень сложно в обществе реализуются. И мне кажется, что учитель, он такой, я бы не сказал носитель, а он помощник вот этого, знаете, поиска ценностей, потому что каждый из нас всю жизнь ищет ценности и ищет мировоззренческие позиции. Мы их меняем, мы их иногда в них разочаровываемся, но важно, чтобы они были. Вот они непостоянные могут быть, но желательно, чтобы все равно при всех переменах что-то у нас было в нашем фундаменте. Все время перестраивать фундамент в жизни человека, это все-таки очень сложная вещь. Ну и вот здесь я обращу внимание на медиавизитку сразу, ну вот здесь вот первое вы видите ключевые требования, я уже сказал про три минуты и вам расскажут про технические все эти вещи, потому что вы можете очень красивую идею придумать, вы можете придумать замечательный сюжет, у вас могут быть прекрасные тексты, и вы можете плохо это снять, и просто это никто не увидит, то есть важно, чтобы еще и эта медиавизитка конечно была яркой, правильно сделанной, грамотной, ну вот здесь да, видите, важный аспект, не накидать, знаете, как в кашу, винегрет, вот всего, я этим занимаюсь, этим, а еще крестиком вышиваю, вот выделите важный аспект, что для вас, вашей педагогической деятельности значимы, знаете, конечно, нам значимо все, и ценно все, вот теперь у вас будет выбор, потому что в три минуты вы все можете не вложить, вот здесь акценты и приоритеты важно расставить, но особенности регионов, знаете, это не значит, что вы должны сразу рассказывать про горы, про поля, про культурные памятники, но тем не менее учесть, что вы работаете в той или иной среде, у кого-то в образовательной организации много детей с ограниченными возможностями здоровья, у кого-то одаренные дети, у кого-то разный этнический состав, вот показать, не просто, вот знаете, любого учителя подставить, и он может быть на этом месте, показать себя, себя в контексте вашей работы, вот, был бы, ну, наверное, хорошо, было бы интересно и значимо, но 1-3 я обращу внимание, вот здесь такое пафосное, но желательно, чтобы это было личностное отношение, вот ваша вот личность, понимаете, сразу, когда ты и смотришь урок, и смотришь ролик, ты чувствуешь, насколько это не искусственно, насколько это делается от души, вот про душу говорили, душа не оценивается, и душу, ни в какие критерии ее не вобьешь, но тем не менее, вот сделайте так, чтобы вам самим было интересно, вашим ученикам было бы интересно, вашим коллегам было бы интересно, знаете, дальше как получится, получится в конкурсе прекрасно, не получится, вы все равно всегда можете сказать, я сделал все, что мог, я вложил в эту свою душу, ну вот здесь 1-4, это как раз, ну сейчас много говорят про выход на взаимодействие с социумом, подумайте, что ваша профессиональная деятельность, она не замыкается в школьных стенах, что вы все-таки, даже когда мы работаем с родителями, когда мы работаем с сообществом, мы все равно выходим на этот социум, школа не может вариться в собственном соку, и педагог тоже, вот как вы покажете это взаимодействие, через социальные проекты, через какие-то пробы, через предпрофильную какую-то работу, я не знаю, но найдите то, что показывает, как вы помогаете образованию позиционироваться в своем сообществе, внешнем сообществе. Ну, по поводу актуальных проблем, путей решения, вызова современности, я вам покажу схемку еще вызова современности, ну, просто на это сильно обращать внимание, не надо прямо упираться в это, и говорить банальные вещи о том, какие вызовы есть, но выбрать тот вызов, который для вас современный, для кого-то это вызов, например, для меня всегда, вот, сейчас проводят трансформации с пандемией, вот для меня вызов, да, сейчас проводить занятия, не видя ваших лиц, ограниченно видя вашу реакцию, смотря в окошки, и я с последним, последние два года с этим вызовом работаю, со студентами, с педагогами, это серьезный вызов, действительно, для человека, и все мы очень ждем периода, когда мы действительно тоже будем общаться лично, и я вот рад, что конкурс учитель года один из немногих, который сохраняет вот эту традицию личностного взаимодействия, будем надеяться, что оно будет и безопаснее в том числе, вот вам второй, второй критерий, их немного, как вы видите, и вот здесь я поместил как раз ссылку на Всероссийский студенческий сетевой образовательный проект, он там ролик даже меньше, чем 3 минуты, по-моему, около 2 минут, если не меньше, опять-таки задача была... Как у вас дела, как вы лета, отдыхайте? Да, вот тоже вызов, кстати, выключать микрофон и включать его вовремя, мы иногда шутим, что мы осваиваем искусство говорить с выключенным микрофоном, но иногда наоборот, надо внимательно смотреть, чтобы он был действительно выключен. Да, и вот здесь как раз вот тоже вопрос и познавательной мотивации, вот последние два пункта как раз они связаны в том числе и с качеством вашей продукции. Да, мы педагоги, мы не дизайнеры, да, кому-то, наверное, будут больше кого-то поддержат в регионе, кому-то сложнее, но я вам хочу сказать, у нас у всех есть ученики, которые на самом деле скрытые таланты, поэтому вы можете вполне использовать тех, с кем вы работаете и с кем вместе занимаетесь, соотворчеством, как Петр Григорьевич сегодня сказал. Поэтому, на мой взгляд, здесь не от вас требуется быть механиком, техником, монтером, от вас требуется, главное, найти идею. Идея это может быть самое важное, самое ценное и самое редкое в нашем мире. Поэтому я еще раз хочу сказать, это не пример, на который надо ориентироваться, вот не поймите меня неправильно, да, то скажете, вот нам показали, мы же ролик именно так сняли. Это пример, как вот это делаем. А в принципе, вы первопроходцы, первопроходцы фактически сталкеры, вы в такой зоне неопределенности, поэтому вы задаете образцы. Можно сказать, что у вас нет образцов, а можно сказать, что мы и сделаем эти образцы. Вот я вас как раз призываю вот к этой позиции, позиции людей, которые задают образцы, в том числе и на всероссийском уровне. Вот опять вопрос, что вы хотите сказать сообществу, сообществу педагогов и социуму в широком смысле этого слова. То есть, вот ответьте на этот вопрос, ни что надо исполнить, ни как надо отчитаться, ни какой надо сделать правильный ролик, а ролик, который бы отвечал именно на этот вопрос. Если вам есть что сказать, а я очень надеюсь, что вам есть что сказать сообществу, значит, вот это надо постараться сделать. Ну, не всегда получается легко, но надеюсь, что может быть и получится. Вот теперь ключевые понятия, и об этих понятиях мы как раз будем и говорить, вот образовательное событие, вызовы современности, визуализация, и не буду повторять, еще раз хочу сказать, что потом презентация будет доступна вам, вы еще раз в спокойной обстановке посмотрите, какие слова, поищите, может быть, эти слова, как они интерпретируются в педагогической науке, но некоторые вещи я хотел бы как раз сейчас на некоторые вещи обратить ваше внимание. Если вопросы, кстати, вы имеете в виду, что можно задавать. Ну, вот, начнем с образовательного события. Знаете, конечно, Михаил Михайлович Бахтин пишет непросто, но все-таки, ну, особенно филологам точно, но я думаю, что все филологи читали, вот событийность бытия, его эта идея, и вот, знаете, здесь расписано, что делает вот некие образовательные действия, я не очень люблю слово мероприятие, мероприятие, это принимать меры к чему-то, да, да, у нас, наверное, в образовании события, каждый урок, каждое дело не может быть событием, ну, вот я вот считаю так, есть дело, может быть, иногда рутинное, обычное дело, а есть иногда событие, вот, когда надо сделать, чтобы было здорово, было вот состояние потока, вот я внизу как раз формулу подумал, какая это будет формула, через со, со это совместное, содержание, то есть все равно вот всегда это должно быть содержательное, если мы говорим об образовании, это сопричастность, это уже процесс, когда мы вовлекаем, не просто мы держим какие-то знания и их передаем, но сопричастность тех, кто находится на наших занятиях, это сопереживание, эмоциональный аспект, сегодня Петр Григорьевич, Ирина Георгиевна много говорят социально-эмоциональный интеллект, вот сопереживание очень важно, и сотворчество, это результативный аспект, это творчество вместе, а все это создает у нас общее сознание, вот слово знание, это, конечно, ключевое для образования, это не только предметное знание, но это вообще сознательность, осознание, это более широкая вещь, вот на мой взгляд осознание как раз вот этого события и будет, если вы будете ориентироваться на эти вещи, но потом посмотрите, что здесь, конечно, и в содержании, и в дизайне, и в результатах тоже важно на что-то обратить внимание, здесь не буду много уже об этом говорить, вызову времени, просто посмотрите, какие ученые выделяют вызову времени, не надо все их перечислять, надо просто посмотреть для себя, какой вызов времени для вас в данный момент является наиболее актуальным, особенно это будет полезно вам, когда вы будете говорить о методической мастерской, о своем опыте неком, то есть, конечно, хорошо бы свой опыт позиционировать и с вызовом времени, которое есть, но не буду останавливаться, пойдем дальше, вот я бы сказал так, вот когда вы будете читать Чик Сент-Михайя, там есть такой термин, я сейчас его просто озвучу, вы потом поищите, автотеличные действия, вот важно, чтобы ваши действия были автотеличные, а не экзотеличные, вот давайте я вам так это оставлю, как вопрос, вы почитаете и найдете, что это такое, но на самом деле, когда мы говорим о педагогической деятельности, мы, конечно, говорим о внешних и внутренних составляющих, и вот здесь ясно, что личность никто, никакие критерии рассматривать не будет, но то, что смыслы, то, что потенциал, это видно, конечно, в вашей работе, в выполнении конкурсных заданий, мастерство, это уже больше технологии, инструменты, которые вы используете, а культура, это такая ценностная вещь. Вот, знаете, иногда у тебя есть и культура, есть и мастерство, и вдруг в ситуации стресса, а конкурс это стресс, ты теряешься, не получается. Бывает наоборот, ты очень уверен в себе, идешь как танк, но не хватает вот чего-то, например, не почитал какой-то литературы, или не хватает культуры. Вот, на мой взгляд, конкурс, он помогает как раз человеку в нужный момент, в нужное время, в нужном месте собрать вот эти три составляющих, свою личностную составляющую, свое профессиональное мастерство составляющую, и культура. Культура очень важна для педагога, особенно если мы задаем какие-то вот некие образцы. Вы знаете, да, много говорят, кто является, сегодня задавали такой вопрос, кто является хорошим учителем. Он предметник, не предметник. Вот в начале 20 века был термин, вот для меня он, пожалуй, может быть, является ответом. Это значимый взрослый. Значимый взрослый может быть не обязательно по профессии педагога. У нас у всех есть значимые взрослые в нашей жизни, а сейчас по Маргарет Митт еще есть и значимые те, которые младше нас. Мы тоже у них учимся, то есть немножко другая ситуация. Но вот значимый взрослый быть значимым взрослым. И вот здесь не только знать хорошо историю, математику и географию, не только, наверное, красиво одеваться. Вот вопрос, как мы делаем так, что мы становимся значимым взрослым. Вот здесь я вот такие у меня некоторые вещи, которые вам, может быть, тоже помогут при подготовке к конкурсным занятиям, но педагогический слух, вот хочу сказать, на мой взгляд, это очень важная вещь, потому что вы, конечно, приготовите свои конкурсные испытания, но очень часто что-то идет не так, причем что-то идет в конкретном эпизоде. Вот знаете, увидеть вот это, вот даже не увидеть, а услышать внутренне и, может быть, что-то даже изменить. Это очень большое искусство на мой взгляд, педагогический ритм, да, это тот способ, каким вы предоставляете содержание, ритм, темп. Вы знаете, иногда вам хочется вывалить больше. Но вы понимаете на каком-то этапе, что дети не успевают за вашим темпераментом. Вот здесь важный момент. Иногда члены жюри не успевают за темпераментом, открою вам тайну. И здесь, конечно, важно иногда. Вы знаете, в работе Ленина, мы историки знаем, лучше меньше, да лучше. Вот знаете, ритм это не значит, что надо вывалить все. Это как хорошее застолье. Не количество блюд определяется, определяется, в каком вы ритме эти блюда будете подавать. Вот я надеюсь, что ваши конкурсные испытания будут такими вкусными застольями с разнообразием, но не с перебором, но не с перебором, вот не с мешаниной какой-то. Педагогическая реакция. Иногда надо сразу реагировать, иногда нужно выдержать паузу, и я могу сказать честно, ты не знаешь, когда, как поступать. Вот я расскажу вам теперь случай своей педагогической практики. я 15 лет работал в школе, вот один раз я на уроке рассказываю про древних греков, я очень любил тогда в шестом классе, в пятом классе, и я рассказываю про спарту, про вино, про то, что разбавляли вино, что только рабам давали, и вот тишина такая, и одна девочка сидит, она вот так смотрит на меня, и видимо на автомате она громко, вот в этой тишине громко говорит, надо отчему сказать, это когда про разбавление вина, кажется, греки разбавляли, чтобы не напиваться, и в зале повисло, вот, и она сразу, я почувствовал, что ей неудобно, что же она так сказала, и все так не знали, как реагировать, и вот два варианта, можно сказать, да, все пусть скажут и отчимам, и родителям, что надо меньше пить, и вот пойти, я вот как-то подумал, что надо их увезти, и я пошел еще там, ну вот и про больных детей, еще что-то про те сложные вещи, которые для нас сейчас, и я как-то увел, вот нету правильного решения, решение ты принимаешь в этой ситуации, вот педагогическая реакция, и знаете, кому-то оно понравится, кому-то оно не понравится, важно, чтобы понравилось вам самим, важно, чтобы вы сами, но, конечно, открытым критике надо быть, надо принимать ту критику, которая действительно разумна, но всегда тоже к этому относиться спокойно, вот главное, свое решение, педагогический такт, конечно, тоже очень важно, и понятно, что, может быть, дети не так будут реагировать, особенно, знаете, преподаватели иностранного языка, вот вы приготовились на таком уровне, у вас такие дети, а пришли дети немножко другие, ну, что теперь делать, значит, надо быть готовым к тому, что вы немножко по-другому, но и тактично относиться и корректно относиться, в том числе и к педагогам, которые работают в этой школе. Ну, педагогический вкус понятно, интуиция, давайте пойдем дальше немножко, вот с чувством языка, вот я вспоминаю, да, выступление Сигизмунда, который сказал, я повелитель Рима, я выше грамматики, вот сразу хочу сказать, что вы так вряд ли сможете сказать, потому что, конечно, лучше, лучше, чтобы грамотность вы демонстрировали и посмотреть, и презентации, чтобы там ошибок не было, потому что и такое бывает, знаете, и даже, когда человек выходит, мастер-класс показывает, вдруг какая-то ошибка в презентации, внимательно, взгляд замыливается, дайте другим посмотреть вашу презентацию, понятно, что можно ошибаться в ударениях, но вот красивейший, конечно, лучше все-таки, вот я помню, в конкурсе Учитель года всегда есть несколько маркеров, ну, или когда географ на уроке все время говорит порты, ну, конечно, лучше посмотреть, как правильно ставится ударение, ну, я не буду долго об этом говорить, я хочу сказать, что действительно с 96-го года было много разных у меня примеров вот и двусмысленных высказываний, ну, есть, конечно, просто диалекты, ничего страшного, но вот безграмотность, лучше, конечно, безграмотность поработать и с культурой речи, тем более, что на культуру речи члены жюри будут обращать особое внимание, мы задаем некие образцы своей культурой речи, ну, теперь вот по поводу коммуникации, я сразу хочу сказать, вот есть три вещи про средства коммуникации, источники информации, вы знаете, я остановлюсь только на стратегии взаимодействия, я покажу вам три стратегии взаимодействия, сразу хочу сказать, что это не значит, что, например, пассивная стратегия, она плохая, то есть просто на определенном этапе мы используем пассивную стратегию взаимодействия, у нее есть свои плюсы и свои минусы, затем мы переходим к активной стратегии, вот очень часто, на мой взгляд, путают активную и интерактивную, но активную, как я вижу, это как раз вот обратная связь с конкретными учениками, вы видите, что со всеми это невозможно сделать, и вот интерактивная стратегия немножко другая, я вам дам литературу, где это можно еще раз рассмотреть, почитать об этом, сейчас просто пока вам вот такими штрихами это показываю, поэтому вот посмотрите основу коммуникации, информация, которая у вас есть сейчас, информация, которую вы хотите сообщить на уроке, затем вот хотите сообщить сообщение, то есть вы эту информацию упаковываете так, чтобы данной группе детей, взрослых это было понятно, и дальше вот это важное третье составляющие это понимание, и здесь, когда мы говорим о конструктивной коммуникации, вот слушать это процесс, слышать это результат, и, конечно, хорошо бы проверять, слышат вас или не слышат, эмоции чувствовать, а это уже когнитивное, понимать, то есть вот если мы достигнем сочетания этих четырех вещей, то было бы идеально и было бы очень хорошо. Теперь про пространство занятий. Вот я бы сказал, что в занятии есть три пространства. Понятно, что мы никуда не денемся от пространства регламента. Вам задаются и оценочными формами, и темами, которые вам даны или которые вы выбрали классом, но программами, учебниками, тем не менее есть пространство планирования. То есть вы все равно то, что надо, вы планируете сами, вы распределяете последовательность. Ни один учебник, ни одна методичка не говорят, с чего правильно начать занятие, урок, мастер-класс или еще что-то, и чем надо заканчивать. Вот планирование это ваше дело. И, наконец, есть, конечно, импровизация. Надо быть готовыми к тому, что когда-то вам придется принимать неожиданные решения. Это нормально. Этого не надо бояться. Мы в жизни постоянно принимаем неожиданные решения. Теперь еще про образовательное пространство. Вот посмотрите, область точности, да, когда репродуктивно факты, сведения, события, это надо знать. Вот только не надо перебарщивать с этим. Область неоднозначности, там, где есть все-таки гипотезы, разные мнения, разные предположения. И область креативности, где свои идеи, размышления, проекты. Вот если получится как-то соединить эти области, было бы очень неплохо, и от этого выигрывает любое ваше занятие, которое вы будете проводить, любое конкурсное испытание. Ну вот два четверостиши губермана, которые нас сейчас приведут к вопросу о мотивации, на свете не единому уму, имевшему учительскую прыть, глаза не удалось открыть тому, кто сам не собирался их открыть. Это, конечно, о том, что никого нельзя заставить изменяться, но можно дать возможность. И я вообще очень часто это использую, когда работаю с учителями, говорю про самих учителей. Мотивация начинается с учителя. Мотивация начинается с того, что самому учителю интересно на его занятии. Вот если интересно, то есть шанс, что будет интересно и всем остальным. Если не интересно, то шансов на мой взгляд нет. Ну про пафос, вот второе это про пафос, потому что у вас будет не у всех, но будет конкурсное испытание, классный час. Хотя не надо воспитание только относить к классному часу, мы воспитываем всегда и своим поведением, и на уроке, и когда мастерская у нас тоже будут эти воспитательные моменты. Вот лучше уменьшить пафос, лучше, чтобы была осмысленность. вот это наверное самое важное, что есть в воспитании. Вот к мотивации. Знаете, очень часто мотивацию путают со стимулами, вот все-таки для меня мотивация больше это такое внутреннее такая вещь, и мотивация начинается с трех у, на мой взгляд, сначала это удивление, это вовлечение, увлечение, то есть вы привлекаете внимание, но вот знаете, мы долгое время с 90-х годов боролись с тем, чтобы урок не начинался с игры на гитаре, с рояля, очень часто так бывало, когда педагог входит и пафосно что-то рассказывает или рассказывает о своем регионе, никакого отношения это к теме занятия не имело, и когда мы спрашиваем, зачем вы потратили это время, ну как же, надо же какую-то привлечь эмоциональное внимание, вот знаете, вот очень важно, чтобы мы умели при этом увлечении и вовлечении сохранить суть нашей работы, ключевую вещь, связь с темой, по поводу которого будет идти наше занятие, дальше, если вы прекрасно вот этот этап прошли, увлечение и вовлечение, важный момент, на мой взгляд, это некое усилие, если все это, все очень легко, это не будет мотивировать, все-таки должно быть сложность, трудность, какое-то препятствие должно быть, но для меня задание, например, делится на сложные и трудные, сложные это те, которые, может быть, в одно действие ты решишь, но ты не знаешь, как делать, а трудные, ты знаешь, как делать, но надо много-много работать, вот здесь я вижу такое развлечение, ну и, наконец, третья вещь, это успешность, вы знаете, даже если задача не решена, то, что ученик уже приступил, то, что он написал условия, в некоторых случаях, что он уже условия начал писать, уже хорошо, и для этого ученика это уже некое личное достижение, ну и если получится, что это групповое достижение, это не значит, что надо всех хвалить и говорить молодец, даже когда человек ошибается, но вот эту успешность стоит поддерживать, и чтобы не было, знаете, вот есть такое понятие в психологии выученная беспомощность, чтобы вот этого не было, критичность, она, конечно, хороша, но она хороша в меру, потому что критичность должна показывать тебе перспективу твоего развития. Ну вот здесь как раз внешние стимулы и внутренние стремления, я думаю, что в нашей жизни и то, и другое, конечно, играет роль, но все-таки нам важно именно ориентировать внимание на второе, вот именно на интерес, на удовлетворение, на потребность преодоления трудностей, то, что Маслов говорил и называл термином самоактуализация или самореализация, как сейчас нередко тоже говорят. Я покажу книгу, которую вы можете посмотреть и более подробно об этом почитать, чтобы вы сейчас не погружались здесь как раз вот то, о чем я говорил, описано, вы можете найти ее и если захотите, если будет время. Теперь немножко о рефлексе. Вот долгое время тоже у нас, я помню, в 90-е годы каждый урок завершался синквейно. То есть у нас не было урока, который бы вот была мода такая, синквейно. Потом у нас еще была мода смайлики в конце урока, а поднимите смайлики, понравился вам урок или не понравился. И я иногда добавляю про себя и попробуйте поднять смайлик, что вам не понравилось на конкурсных заданиях. Вот рефлексию не надо сводить к вот таким примитивным вещам, но рефлексия это несомненно. Ну, во-первых, рефлексия с латинского значит обращение назад. Хотя говорят о прогностической рефлексии, все-таки классическая рефлексия, это ты сделал дело дальше, у тебя могут возникнуть какие-то вопросы. Знаете, еще одна вещь, которая важна. Вот сейчас задам вопрос. Кто-нибудь слышал про такой термин, как эффект зейгарник? Может быть, кто-то мне расскажет эффект зейгарник? Так, пока не вижу. Хорошо, нету. Вы потом еще посмотрите. Блюма Вольфовна зейгарник была отечественным у нас в середине 20-х годов психологом. И ее эффект заключался в том, что иногда не обязательно на все вопросы отвечать. Иногда человек уходит с вопросом и это его мотивирует искать ответ. Мы в конце занятия хотим дать ответы на все вопросы. Я понял, что иногда надо просто такие вопросы подвешивать. Вот Петр Григорьевич любит такую метафору запускать ежа под череп. Его учитель когда-то вот об этом говорил. Вот я тоже старался сегодня некоторые вопросы подвесить для того, чтобы вы поискали и какие-то термины, какие-то книги почитали. Вот оказывается это важно не только раскладывать все по полочкам, но и оставлять вопросы для того, чтобы кто-то мог бы поискать, особенно в сегодняшнем мире. Конечно, это всегда взгляд со стороны. Вот видите, девушка на море так немножко в процессе действия очень тяжело заниматься рефлексией. И знаете, есть понятие рефлексирующий интеллигент, который рефлексия не только помогает, но она и мешает. Потому что если мы каждый шаг будем сопровождать рефлексии, мы можем долго, ну, буриданов осел, это известная как раз метафора, излишняя рефлексия. Это отражение неких вещей, которое произошло, но это не отражение всего, а в рефлексии мы, видите, выделяем и высвечиваем то, что самое важное, самое главное. Ну, посмотрите, ступени рефлексии, это факты, что было, это чувства, что испытывали, находки, что рекомендуем, и что будем использовать в будущем. То есть, ну, разные есть подходы к рефлексии, если честно, поэтому я уж полностью не буду говорить об этом. Итак, давайте про личностно-профессиональные качества педагога. Вот мы уже говорили, что выбор стратегии содержания, это, конечно, и профессиональное, но и личностное. Выберите те стратегии и содержания, которые вам будут интересны. Но не забывать, что у нас есть, конечно, зона регламента, и которые все-таки входят в некие программные вещи, потому что члены жюри, конечно, будут смотреть, как раскрыта тема. Задавать точные и эффективные вопросы. Вы знаете, очень важно, мы акцентируем в образовании на умение отвечать, а вообще умение задавать вопросы, это большое искусство. Это отдельная тема, отдельного наблюдения и отдельного обсуждения, но обратите на это внимание. Адекватная реакция на ситуацию. Если уже все всем понятно, то не надо еще раз по второму кругу идти. Вот потеря темпа, это смена курса, есть такая фраза, то есть вот если вы увидели, что класс подготовлен, потому что иногда на самоанализе говорят, нет, эти дети эту тему знали прекрасно, я не верю, что они ее не изучали. Знаете, ну и хорошо, это же замечательно, что учитель видит, что класс более подготовлен, значит, у нас в запасе должно быть еще что-то. Я всегда радуюсь, я могу больше сделать на уроке, если класс схватывает быстро. А мы, вот знаете, наметили, что надо еще закрепить, продолбить и еще что-то сделать. Вот, и это тоже заметно, члены жюри сразу это видят. Ну, конечно, вот вдохновлять и себя, и других важный момент. Ну, вот я бы на последнее обратил внимание, быть интересным себе и ученикам. Только так человек становится учителем не только профессионально, но и личностно. Я думаю, что у всех у нас учителя в жизни есть не только педагоги, с педагогическим образованием. Вот посмотрите на тех, кого мы считаем своими учителями и посмотрите, чем они вас задевают и чем они вас привлекают. И попробуйте это в свою работу как-то интегрировать. И если в конкурсе это получится, было бы просто здорово. Ну, вот артистизм педагога, я обычно говорю, что артист, он всегда проживает роль, а шут, он всегда играет. Хотя некоторые шуты есть прекрасные артисты. Но вот хорошо бы быть артистом, артистизм нам важен, но не доводите это до шутовства. Ну, вот про Бахтина. Кстати, вот как раз еще один вопрос, который я вам задаю и поищите, кто такой Агилас. бахтин как раз серьезность нагромождает безысходные ситуации. Смех поднимается над ними, освобождает от них. Смех не связывает человека, он освобождает его. Поэтому я вам советую, юмор, смех вам очень поможет. Если не войти в 15, то точно сохранить себя и получить удовольствие от конкурса. вот это точно стоит использовать. Ну, и, наконец, у меня в конце вот такой вопрос. Я, как грибник с 40-летним стажем, вот хотел вам задать вопрос, а вот как вы считаете, как вот эта картинка связана с педагогической деятельностью? Вот у кого какие интерпретации? Наверное, всегда поиск чего-то нового, и это все время интрига и желание найти объект, так скажем, вожделение. Поиск чего-то нового, только я сразу хочу ограничения сказать, в лесу должны быть грибы, вот если я сейчас пойду в лес, их пока нету, я могу сколько угодно искать это новое, ну, наверное, шишки найду. Ну, азарт, 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 в нужное время, так, хорошо, азарт, поиск, что еще? Совместный, только совместная деятельность поможет найти что-то новое, открыть что-то новое. Отлично, Мария увидела, что еще тут и ребенок, замечательно, то есть, можно я добавлю, а еще, вот если ты все-таки нашел грибы, способность отделить, так скажем, ядовитый от съедобных, то есть информация... прекрасно, Мария, вот, не все грибы надо в лесу брать, вот, знаете, не все надо использовать, когда вы будете, конечно, что-то планировать, не все надо брать прямо, то есть, отделите, даже не то, что ядовитые, но иногда, вот, я иду за грибами, я иду за опятами, я иду в одно место, если я иду за белыми, я иду в другое место, то есть, иногда, посмотрите, когда грибов нету, надо просто выйти на дорожку и немножко пройти, и потом знать, куда... Вот, я надеюсь, что сегодня я помог вам как-то с этой дорожкой, но в конце, вот, про стрессоустойчивость, вовлекаясь во множество дел, не мечись, как под джунглем ботанник, не горю, что не всюду успел, может, ты опоздал на Титане, поэтому я хочу сказать, что в 15-е, конечно, всем нам хотелось бы попасть, но, честно, могу сказать, иногда, может быть и хорошо, что ты не попадешь в эту пятнашку, и это нормально, вот в жизни надо все воспринимать как некий вызов и некое испытание для себя, жизнь у нас короткая, самое дорогое в жизни, не деньги, не золото, не почет, не слава, не успех, а время нашей жизни, поэтому я желаю вам, чтобы это были не вычеркнутые месяцы и недели из вашей жизни, а чтобы вы получили удовольствие, даже в этой сложной ситуации, и я понимаю, насколько она сложная, и как с позиции учителя, и как с позиции члена жюри, поэтому я желаю вам такой стойкости. Андрей Наумович, пожалуйста. Да, добрый день, и у кого-то уже добрая ночь, я так понимаю, что в каких-то регионах на Дальнем Востоке уже как-то и сегодня, тем более, был такой интенсивный день, сложный, я, пожалуй, давайте сразу отвечу на несколько вопросов, которые были, по поводу цели и темы занятия, вот где-то в регионе придумали, что в ГОС требует, чтобы дети озвучивали тему занятия. Откройте, пожалуйста, документ, который называется Федеральный государственный образовательный стандарт, и вы там этого не найдете. Так же, как вы не найдете, что учитель должен обязательно использовать групповую работу и все остальное. Как цели формулировать занятия, что именно так, а не иначе. Вы знаете, я с этим давно уже борюсь, когда методисты рассказывают, что по ГОС целью урока надо формулировать так. То есть, потом оказывается, что это рекомендательные письма, которые были написаны. Но, знаете, есть законные, есть подзаконные акты. Вот ориентируйтесь на ВГОС. Там минимальное количество регламентаций. Сегодня вам как раз и говорили, что и оценочные формы, и все остальное, это попытка сделать регламентацию минимальные, сделать, чтобы вы имели больше свободы, больше возможностей проявить себя. И помните, да, мы говорили с самого начала, что остаться самим собой, да, был ли я самим собой. И знаете басню про пейзаж, когда рисовал пейзаж, а надо было и мед нарисовать, и лед, и каждый что-то посоветовал. Вот если вы будете свои конкурсные задания рисовать как пейзаж, и все, что вам посоветовал, в том числе и то, что посоветовали сегодня, я понимаю, что все хочется получить, но есть такая бритва окома. Вот и сегодня говорили про баланс. Баланс никогда недостижим. Вот это надо точно понять. Вот надо только увидеть, на какой вы стороне, куда вам стремиться, какие у вас дефициты. Вы сегодня об этом уже в принципе говорили. Я, знаете, думаю, что я презентацию просто в конце концов я оставлю ее, и вы посмотрите. Я хотел бы, чтобы мы больше сегодня все-таки поговорили, но вначале я сейчас несколько вещей скажу значимых, но вначале я хотел бы, чтобы вы посмотрели на презентацию вот здесь на картинку и подумали над двумя вещами. Ну, во-первых, вот почему я это совместил, какая здесь мысль. И второе, это, наверное, более легкий вопрос, второе, как это связано с тем, что вы услышали на семинаре и вчера, и сегодня. Вот это скорее вывод. Я сразу хочу сказать, что вы очень правы в том, что и сегодня об этом говорили, что педагогическая деятельность, она взаимосвязана. И, конечно, когда вы выстраиваете, я согласен с Михаилом Николаевичем, что мастерская, урок и мастер-класс – это вещи довольно взаимосвязаны. сразу хочу сказать, что долгое время в конкурсе был методический семинар. Вот методическая мастерская все-таки отличается от семинара. Вы не учите чему-то, вы не транслируете научные знания. Вы скорее, и было, по-моему, это слово уже сегодня произнесено, вы говорите о кухне. Вот представьте теперь в прямом смысле этого слова. к вам приходят на кухню. И, наверное, вам надо именно показать какой-то кусочек, какой-то фрагмент того, что вы делаете лучше всего. То есть не надо метать на стол все подряд. Не надо транслировать чей-то опыт даже с умным видом, какие-то научные определения, все остальное. Вот здесь, понимаете, есть мастер, есть подмастерие. Вот подмастерие это тот, который копирует, а мастер тот, который на фундаменте он создает что-то свое. Ну что, кто готов сказать все-таки, что здесь вот в картинке? Можно попробовать? Да, Анастасия, попробуйте. Но я не химик, но, к сожалению... Вы не химик, но вы уже точно определили направление. Очень хорошо. В чате уже написали тоже, у меня выскачивало сообщение, что из одного того же материала, но я хотела бы продолжить, что зависит от того, как этот материал предоставить, как его, в какой форме показать. Но, с другой стороны, графит и алмаз, они свою пользу приносят по-своему. Абсолютно точно, абсолютно точно. Вот посмотрите, я бы сказал так, что все вы, все вы уже победители конкурса. То есть приносите пользу, и, несомненно, вы уже даже в педагогическом сообществе, я думаю, являетесь лидерами. Вот можно иметь одну и ту же структуру, но важно, как это сочетать. Вот сегодня вы получили все одну и ту же информацию. Вот часто в конкурсе это и видишь, говорили все одно и то же, но один это переструктурировал таким образом, а другой это переструктурировал совсем по-другому. Ну и, конечно, я обращу внимание, что это не совсем алмаз, это все-таки бриллиант. А чем алмаз отличается от бриллианта? Огранкой. Огранкой, конечно. То есть важно, конечно, и показать это, продемонстрировать это. Вот то, о чем сегодня вам тоже говорили, у вас будет ограниченное количество времени. Кстати, про количество времени. Я буду рекомендовать членам жюри, но вы тоже подготовьтесь тогда. Мы, например, вот в нашей группе мы ставили планшет. Сейчас на планшете можно 35 минут поставить, и вот это время прямо отчитывается. То есть и вот как Михаил Александрович говорил, мы там за несколько минут мы говорим уже, что пора заканчивать, но по большому счету можно на планшете это увидеть. Поэтому здесь иногда планшеты есть, даже у членов жюри есть, иногда нету, ну поэтому пусть ваше счастье будет в ваших руках. Просто поставьте планшет или попросите членов жюри скажите, а можно вот я сделаю такой обратный отчет таймера. И будете тогда смотреть, как Михаил Александрович сказал, когда вам надо что-то сократить, когда вы видите, что времени не так много у вас остается. Ну вот это я думаю, что тоже будет полезный совет. Сегодня вообще много что говорили полезного. Я еще уточню, говорили про групповую работу. Знаете, я понимаю, что у нас стандарт, деятельностный подход, но подумайте все-таки, что вы тоже должны быть на уроке. Когда 20 минут дается задание делать какой-то сайт, возникает вопрос, может быть, это можно было на дом дать. Кстати, про домашние задания. Тоже нигде не написано ни в одном стандарте, должны быть домашние задания, не должны быть домашние задания. Я вам говорил про условность конкурсной ситуации. Некоторые выходят таким образом, они говорят, мы дадим домашние задания, но мы поговорили с вашим учителем и он проверит и это будет вот такой этап. То есть вы фактически интегрируетесь, обсудили с учителем, у вас будет время поговорить с учителем, который ведет в этом классе и потом передать ему домашнее задание. То есть иногда даже, кстати, и отметки передают, чтобы он поставил, я еще раз обращу внимание, отметка, оценка, это все-таки немножко разные вещи. Ну, посмотрите, я думаю, что вот на этом слайде я остановлюсь, затем вопросы, потому что дальше вы увидите, у меня тоже есть свой подход к построению занятия, но на мой взгляд, Михаил Николаевич хорошо вам структуру дал, причем у нас шесть ключевых моментов, у меня тоже шесть, немножко другие, презентацию посмотрите. Вот ключевая вещь, конечно, в методической мастерской вы опираетесь на какую-то теоретическую базу и основу. Знаете, очень часто сталкиваешься с тем, что конкурсант представляет, он так не всегда говорит, откуда он это берет, и у некоторых ощущение, что это он сам придумал, но сейчас в интернете все все могут увидеть, тем более члены жюри это прекрасно знают, поэтому делайте вид, что вы что-то, какое-то открытие гениальное сделали, то есть вы скажите, да, мы взяли вот это теоретическое основу, это в принципе распространено, но вот в практике я лично делаю акцент на это, потому что это как в проектах, проект нельзя дублировать, мы всегда даже похожие проекты делаем в разной социальной среде, в разной ситуации, поэтому вы все равно в своей ситуации находитесь, кстати, сегодня был вопрос еще и по медиавизитке, а как нам представлять регион, это не значит, что вы должны минуту рассказывать об особенностях своего родного края, но если у вас будут какие-то иллюстрации, но если вы химик, вы можете показать, что у вас в химической промышленности, например, в регионе, но что-то, это может быть картинка, это может быть небольшой штрих, но в конце концов не сможете показать регион, тоже не страшно, у вас будет из 10 минус один балл, ну тоже ничего такого, но конечно не то, что надо прямо вам рассказывать о регионе, вот точно о регионе рассказывать не надо, а вот все-таки контекст, потому что мы говорим, что мы ориентируемся на практику, но практика это в том числе пространство и время, мы живем в том или ином пространстве, поэтому мы же должны в принципе, я слово должны не очень люблю, мы в принципе хорошо бы, чтобы мы интегрировали и нашу в общем содержательную часть преподавания с тем, где мы находимся, но в истории мы всегда каким-то образом все-таки вплетаем контекст региональный, если у вас получится, будет хорошо, и вот важно в методическом мастерской все-таки сделать акцент, выделить главное, не все сложить кучу, а именно вот бритва окома выделить то, что основное, это условно говоря, вот если брать метафору, то в методическом мастерской вы немножко человека приглашаете на свою кухню и показываете, как вы готовите, а урок это уже когда вы готовое блюдо приносите и даете попробовать и организуете этот процесс правильно, то есть вы его планируете, вы применяете методику, если вы, конечно, вот здесь тоже есть критерии, сегодня говорили, что это на ваш выбор, ну, конечно, на ваш выбор, если не будет прямого такого сонесения, вы просто недополучите какие-то баллы, но в принципе ничего страшного в этом нет, но желательно, конечно, желательно, чтобы то, что вы рассказывали теоретически, вы потом показали на занятии, и, конечно, о продуктивности работы, о результате работы стоит тоже подумать, и вот здесь, видите, две колоночки самоанализа, рефлексия, вот по большому счету, по большому счету, рефлексия, это то, что касается занятия, когда вы не пересказываете занятия, а именно проводите некий взгляд назад, самоанализ, кстати, вот здесь анализ педагогической деятельности, ну, вот в уроке специально не надо ни технологические какие-то вещи, я совершенно согласен сегодня с экспертами, которые говорили, что в общем на уроке тащить вот эту методическую составляющую в общем не обязательно, да, вот алмаз нужно огранить, чтобы получить бриллиант, и вот в этом плане я вам расскажу, знаете, историю, сегодня говорили много про сомнения в самом начале, вот я историю расскажу, которая с этим связана, один известный математик в начале 20 века, Феликс Клейн, он был также попечителем гимназии и таким экспертом, и вот он однажды пришел в немецкую гимназию, в очень такую знаменитую, ну и решил пойти на занятия, он пришел в 9 класс и спросил, дети, скажите мне, пожалуйста, каковы даты жизни Николая Коперника? Ну, в классе установилась тишина, он говорит, ну ладно, хорошо, скажите тогда, в каком веке жил Николай Коперник? Дети сидят, потупившись, не смотрят на него, он говорит, ну хорошо, ну тогда скажите мне, Коперник жил до нашей эры или в нашу эру? И тогда дети радостно сказали, ну конечно, до нашей эры. Ну, после этого Феликс Клейн пришел к педагогам, и он им сказал, вы знаете, дорогие педагоги, я допускаю, что дети не знают точных дат жизни Коперника. Ничего в этом страшного нет. Я вам скажу больше, даже если они не очень знают век, в котором жил Коперник, ну это плохо, но в принципе, ну такое может быть. я вам скажу еще больше. Даже когда они путают, жил он в нашу эру или до нашей эры, это для нас, наверное, вот для историков просто, конечно, вообще очень плохо, то тоже имеют право на такие ошибки. Но когда они говорят слово «конечно», они утверждаются в своем собственном невежестве, они уверены. Мне бы очень хотелось, чтобы немецкая гимназия учила ребенка сомневаться в своем невежестве. Вот вы знаете, я хочу сказать, сомневаться в невежестве надо, но излишние сомнения тоже могут повредить. Поэтому здесь я еще раз хочу сказать про баланс. Наверное, вот сегодня многие говорили и в чате писали, да, сейчас перед конкурсом вы увидели много интересных людей, хотелось бы поучиться у этого, у этого, у этого. Сейчас сконцентрируйтесь на конкурсе, лишние сомнения тоже убирайте, но все-таки иногда проверяйте себя на невежество. Вот я бы сказал именно так. И вот теперь у меня все-таки я понимаю, что вы устали, я сам сегодня действительно посмотрел, какой объем информации вы получили, вам еще и готовится к конкурсу при этом. Но тем не менее, мне показалось, что не так много у вас было возможностей задавать вопросы, получать ответы, хотя все эксперты это старались сделать, просто времени было мало. Может быть, в конце дня у вас еще остались какие-то вопросы. Пожалуйста, можно их сформулировать? Кто готов сформулировать вопросы? Или уже вопросов нет? Можно я с тем вопросом, с которым я уже обращалась к Диане Владимировне? На ваш взгляд, синдром самозванца, излишнее критическое отношение к тому, что ты делаешь, когда все, что я делаю, это ничего особенного, как уже прозвучало. Ну, про Маню Величину нам Диана Владимировна рассказала, как это понизить. А вот синдром самозванца, на ваш взгляд, что или такое и лишняя самокритичность, что с этим можно? Анастасия, да, я тоже об этом, кстати, думал, и вот хорошо, что вы сформулировали этот вопрос, потому что я об этом хотел сказать, немножко забыл, про перфекционизм. Мы хотим быть всегда отличниками, и если открыть, то надо обязательно открыть всем глаза и открыть что-то новое. Я хочу сказать, что не надо выдумывать ни технологий, ни методик, наверное, но если вы что-то используете, если вы думаете, что сегодня эксперты использовали или я использую только то, что я придумал лично, то вы ошибаетесь, то есть это всегда некие вещи, которые ты синтезируешь, но ты всегда синтезируешь их по-своему, всегда ты синтезируешь в своей ситуации, поэтому вот здесь надо понимать одно, надо помнить о репутации, что вы не самозванцы, потому что вы используете вещи в конкретной практике, вот когда вы это говорите, мало кто использовал этот прием, например, на конкурсном занятии, это одно, для своих детей это другое, потому что у вас там в республике или в области другая ситуация, у вас конкретно в образовательной организации есть дети вот с особенностями, причем это в особенности могут быть и ограниченные возможности, а может быть и одаренные дети, я тоже не очень люблю слово одаренные, потому что я считаю, что кому-то подарок есть, а у кого-то нету, я бы сказал тех просто, кто лучше воспользовались и использовали свой личностный потенциал на данном этапе, мы не знаем, как будет дальше, вот вы показываете, вот этого точно ни один самозванец не может сделать, и вы никогда не транслируете, вы не можете взять теорию протранслировать в конкретной ситуации, вы ее все равно подстраиваете в эту ситуацию, поэтому я хочу сказать, что вы уже сто процентов надо сказать, что вы не самозванцы, просто даже когда вы пересказываете научной теории своим языком, который вам доступен, вы уже делаете какой-то шаг, поэтому нормально к этому надо относиться, надо уважительно относиться к тому, что есть в науке и уважать самих себя, то есть уважать себя, вот это важный момент, и конечно представить, знаете, иногда нам кажется, я сейчас вот скажу что-то сообществу, потом может оказаться, что вы сказали то, что было сказано до этого, но я вас уверяю, если вы уверены, что это надо сказать, если вы уверены, что никто не говорил, вы все равно это скажете по-своему, поэтому не переживайте, я вам хочу сказать, многие, ну, то, что Толстой написал Буратино, хотя есть Пиноккио, ну, что он самозванец, это два отдельных значимых произведения, и то, что сюжеты, которые есть в литературе, они очень часто переплетаются, это нормально, это нормально, поэтому вы не самозванцы, вы уже победители, и сейчас вам просто действительно не надо уехать вот в ситуацию, что я великий, и вот немножко и помните о невежестве, вот это баланс, вот вы правильно сказали, надо понять, где маятник, вот если у вас маятник вот в эту критичность, идите немножко в другую сторону, но помните, что маятник всегда может уйти, ну вот время это дело святое, тем более на Дальнем Востоке, я надеюсь, что вы получили то, что было полезно сегодня, и надеюсь, что я тоже вам какие-то вещи сказал, вот важно все-таки вот эту связку методическую мастерскую, но и урок соблюдать, но в мастер-классе не пересказывать ни методическую мастерскую, ни урок, все-таки помните, что это разные аудитории и разные составляющие, вот это как раз оценочная форма вам позволяет какие-то ориентиры сделать, так что вам всем удачи. Зарина, я закончил, если вопросов нет, я думаю, что просто все устали, конечно. Спасибо большое, Андрей Наумович, я думаю, что после вашего выступления очень сложно какие-то вопросы находить, потому что о всем, что только можно было, уже сказали и вчера, и сегодня. сегодня.